Всем привет, вы на канале Балка с Димоном Круглый Год, меня зовут Димон, и в этом видео я покажу один очень простой донный монтаж. Делается он на лёске, лёска-леска, кто придирается к словам, кто пишет, нет такого лёска, есть леска. Короче, лёска-леска. Сечением 06-07. В самом начале вяжем обычную петельку, состоящую из восьмёрки. Делается такой монтаж только на лёске, на плетёной шнуре не получится, всё это дело запутывается по полной программе, хрен распутает. Ловить можно на слабом течении, и лёску, друзья, всегда берите жёсткую, не берите мягкую, потому что к донам монтажа мягкие лёскки не подходят к леске. Не подходят. Лёски-лёски. Да, потому что всё это дело превращается потом запутываться в один большой комок. Всегда на донных монтажах используйте жёсткие лески. И не забывайте смачивать узелки, потому что всё это дело нагревается, становится слабше и может порваться. На плетёнке этого делать не обязательно, то есть смачивать, а на леске, да. Вот. И берём всегда жёсткую, жёсткую по сечению где-то 0,6, 0,7. Подойдёт сама твоя. Я показываю на 0,5. 0,6 пока нету. На шнуре или там шпагате, конечно, такой монтаж показывать весьма как-то жёстко выглядит это всё, грубовато. Поэтому придётся использовать то, чего есть. Леску 0,5. С другой стороны также делаем петельку. Берём отрезок лески в сантиметрах, это 30-35, жёсткой. После чего, когда мы свяжем петельку и поставим вторую петельку с другой стороны, всё это дело лишнее, сейчас поубираем, поотрезаем, у нас получится такой отрезок, состоящий из двух петелек. Вяжется очень просто, всё, что нужно. Это ещё карабинчик с вертушком, без него здесь не обойтись никак. И отрезок лески. Если она становится непослушной, просто потяните за две петли в разные стороны, чтобы немножечко её циркать, повыпрямить. Я возьму кормушку для примера. Можно использовать любую фидерную. Сейчас прикреплю её к вертушку с карабинчиком. Можно это, в принципе, сделать в самом начале. Можно не использовать кормушку, собрать. Но для наглядности я сделаю вот так. То есть прикреплю кормушку к карабинчику с вертушком. И нам сейчас нужно будет привязать вот этот отрезок лески к нижней части вертушка. Именно к нижней, не к верхней. Что когда при забросе мы это всё дело закидываем, и кормушка, если будет крутиться, чтобы всё это дело у нас тут не закрутилось. Если привязать к верхней части, то всё это дело закрутится. Делаем небольшую петельку заковывать, состоящую из одного всего лишь оборотика. И вставляем вверх кружок. Одеваем петлю на нижнюю часть и затягиваем. Хоть похорукое создание. Здесь сильно особо тоже мудрить не нужно. Сначала делаем одну петельку, потом восьмёрочкой затягиваем. Всё здесь выдержит и будет крепко, и ни черта не развяжется. Сильно как-то так мудрить на каких-то таких рыболовных узлах здесь абсолютно не нужно. Не забывайте, друзья, конечно, узелки смачивать. Это обязательно. Повторюсь, на леске это делать обязательно нужно. На плетёном шнуре нет. Там нет сопряжения. Ну вот, как-то так у нас, друзья, получается. За счёт того, что леска, 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 жёсткая, она отводит поводки, которые мы сделаем, от самой кормушки, не давая им захлестываться. То есть она служит нам как что-то вроде коромыслица такого. На мягкой леске или на плетёном шнуре это не получится. На плетёнке не делайте, не получится. Всё это дело запутается, перепутается, и проще всё срезать, чем это всё дело развязать. Для плетёных шнурок не подходит никак. Вот, привязываем именно к нижней части вертюжка. Напомню, собирается она быстро, на коленке. Особых, так сказать, сверхнавыков не нужно. Данный монтаж на слабом теченице и на среднем, в принципе, прекрасно, хорошо работает. Для озёжного, повторюсь, не подойдёт. Также, кормушки я взял для виду только, ну как, только для видео. Используйте обычные щедерные кормушки, которые вы используете на реке. Это кормушка-пружина для озера. Используется только для наглядности в самом видео. После этого, при помощи затяжной петли, одеваем поводочки. Также поводочки лучше использовать из жесткой лески, лески-лёски. Но по течениям у меня в видеоролике, это леска 0,18. В принципе, для донной ловли 0,18-0,20 подойдёт. Можно использовать 0,16 миллиметра. Тоже, в принципе, это будет нормально. И сейчас я как раз продемонстрирую вам, друзья, за счёт того, что леска жёсткая. Она отводит вот эти самые поводки от самой кормушки. То есть, выглядит это всё дело, как коромыслица. То есть, если бы была сейчас леска мягкая, это всё дело бы вокруг кормушки запутывалось и всё бы даже ещё без заброса. При забросе бы запутывалось вообще по полной программе капитально. Монтажик очень чувствительный. Подходит для слабого и среднего течения, друзья. Вот такой монтажик. Очень простой и очень чувствительный. И несложный. С вами был я, Димон. На этом, друзья, всё. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok